В эфире «Утро Карачаева-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем первый день ноября с погоды. Высокая пожароопасность. В Черкесске без осадков ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 6-8, а днем 25-27 градусов тепла. Белая книга «Преступления украинского режима. Тайны следствия». Новую книгу Следственного комитета под редакцией Александра Бастрыкина презентовали в Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой. Подробности у Али Баташева. В новой книге уникальные материалы, основанные на результатах работы российских следователей, расследовавших преступления украинских националистических бандформирований. Они подтверждены документами, фотографиями, видеозаписями и свидетельствами очевидцев, что делает издание важным историческим свидетельством, говорили на презентации. В книге приведены причины и условия, предшествующие объявлению специальной военной операции. Развернуты и доступны указаны цели и ее задачи. Здесь проведен подробный анализ деструктивно-агрессивной роли США и НАТО. Имеется фото доказательства участия на стороне Украины международных террористов и наемников. Солдат удачи буквально со всего света, начиная от Новой Зеландии и заканчивая Европой. В книге рассказывается о современных героях Украины. Степане Бандере, дивизии Галичина и других. Приведенные в книге свидетельства и фотографии порой тяжело эмоционально воспринимать. Обычному человеку сложно осознавать реалии бедствий от ежедневных бомбежек и обстрелов мирных жителей. Юноармеец Герман Соловьев собирается прочесть белую книгу преступлений украинского режима и сделать свои выводы. Сколько уже человек погибло. Знаю очень многое количество человек, которые были там. Даже знакомые моих родителей, получается, ранило снарядом в ногу. На земле Донбасса и прилегающих к нему районов, как вы знаете, бандеровские нефашисты творили беспредел с русскоязычным населением. Это массовые расстрелы, убийства детей, издевательства над женщинами-стариками, использование заложников, торговля человеческими органами, других преступлений, за которые придется им держать ответ в скором времени перед следствием и российским правосудием. Участники мероприятия ознакомились с материалами выставки «Победили тогда, победим и сейчас», а также документальным фильмом «Канал Россия-24» про работу следственных управлений Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Отдельные работники библиотеки получили грамоты от Следственного управления республики. Али Баташев Ренат Муков, Вести Карачаева-Черкесия.